Служит России, службе, но теперь нет. Служит России, удивительной стране. Они поют армейские песни, знают историю, разбираются с тем, что внутри у автомата Калашникова. Этим воинским штучком обучены не солдаты срочной службы, а девушки из школьных отрядов юнармии нашего городского округа. Причем лучшие его представительницы. В честь Международного женского дня старшеклассницы сыграли военно-патриотическую игру «Девушки в погонах». Премьера состоялась в Щелковском центре «Лесная сказка». Идею местного штаба юнармии поддержали администрация района и комитет по образованию. Конкурс, он предполагает какое-то соперничество, да? Легкое, но тем не менее. Но то, что вы здесь, то, что вы самое лучшее, то, что выдвинул вас в ваш отряд, потому что, конечно, вы часть отряда, но вы лучшая часть отряда. Самая лучшая. Двенадцать команд, семь испытаний на выправку, сноровку, ловкость и память выстроились в один увлекательный маршрут. Победит та группа, которая выполнит все испытания максимально быстро и четко. На месте! Шагом! Марш! Девушки по билетам рассказывали, как оказать первую помощь, блистали знаниями о воинских званиях. В судьях – офицеры авиационной дивизии особого назначения, педагоги, знатоки оружия и страйк-клуба 13-й сборной бригады. Генерал-майор, генерал-лейтенант, генерал-полковник. Самый зрелищный этап – практическая стрельба, разборка и сборка пистолета Макарова. Юный барыш неловко разбирает и следом собирает автомат Калашникова. И неотъемлемую его часть – магазин с 30 патронами. Цена ошибки, дополнительное время. Вы пришли на конкурс, который называется «Кулинария». В течение пяти минут вам необходимо будет приготовить салат. Кулинарный конкурс – единственный на 100% женский. Орудиям выполнения послужили столовой терке, ножей, ложки и, конечно, один и тот же набор продуктов и соусов. Готовили быстро, вкусно, оригинально. У каждого блюда получилось собственное название. Куда их выкладывать, Яна? Я уже забыла. Так как мы конкурс «Девушки в погонах», мы решили в беде праздника приготовить что-то, чтобы оно было погоны. Получился погон. Какая школа ваша? Сирковская. Знания школьной программы пригодились в викторине истории «Священные страницы. Все вопросы о Великой Отечественной войне». Дети очень хорошо. Здесь есть мероприятия. Было очень много красивых. Приготовили много блюд. Я считаю, что прошло очень удачно. Как в любом конкурсе, победили сильнейшие те, у кого получилось работать в команде. Это Витязи из 11-й школы имени Титова. Завоеванная победа. Билет на областной этап игры. Еще более интересный и ответственный. Вместе с весенними открытками с 8 марта победительницы и призеры отмечены грамотами Комитета по образованию. Оригинальный подарок к женскому празднику. С 8 марта! Ура! Михаил Налетов, Сергей Василевский. Телерадиокомпания «Щелково». Спасибо вам.